Всем привет, я Катя и вы на канале Ей мои животные. И сегодня мы снимаем для вас видео на тему того, что же делать, если у кролика насморок. Поэтому если вам интересно, то оставайтесь со мной, а мы начинаем. Итак, первое, с чего стоит начать, это то, что насморок бывает трех видов. Это аллергический ренит, либо же инфекционные воспаления. Ну и обычные, которые можно с легкостью вылечить, это просто обычные простудные заболевания. Если у вашего кролика аллергический ренит, либо же инфекционные заболевания, то мордочка вашего кролика вокруг носа будет выглядеть примерно вот так вот. Согласитесь, картина не из приятных, поэтому здесь даже не пытайтесь сами лечить, а лучше сразу едьте к ветеринару, чтобы не затягивать с этим вопросом. Но если же у кролика обычный насморок, то сегодня мы с вами разберем эту проблему, что и как лечить. Самое распространенное, это конечно же пойти в зоомагазин и спросить, есть ли у них капли в нос для кролика, то есть просто при обычном насморке. Я обходила в нашем городе много зоомагазинов, и в одном мне сказали, что такие капли продаются только в ветеринарных клиниках. Но я так подумала, что во-первых, эти капли 100% будут дорого стоить, это раз, а во-вторых, я нашла альтернативу. Можно сделать эти капли дома, из подручных средств, и это будет тоже очень хорошим аналогом. Наше видео поделится на две части. Первое, я вам расскажу, что же нужно для наших капель. Первое, это будет такая настойка, что для них нужно и как их сделать. И вторая часть, это как правильно закапывать нос кролику. Я думаю, что это видео будет для вас очень полезным и информативным, потому что в период весны, осени сквозняки особенно опасны для кроликов, поэтому если вы столкнулись с такой проблемой, то мои советы 100% вам помогут, если же, конечно, у кролика уже не запущенный насморок. Итак, для нашего отвара вам понадобятся листья шелфея, сухие, они продаются в любой аптеке, стоят недорого, гривен 15, если я не ошибаюсь. Далее, обычная сушеная мята, у меня она просто в такой коробочке. И эфирное масло чайного дерева. Сухие ингредиенты мы кладем в стаканчик по буквально одной чайной ложке, заливаем все это горячей водой, и добавляем буквально одну капельку эфирного масла. Главное не переборщить с ним, потому что оно очень острое на запах, поэтому буквально одну капельку. Далее все это перемешиваем, накрываем крышечкой и даем настояться нашему отвару 5 минут. После сливаем и оставляем только саму жидкость. Даем остыть, и я разводила обычной питьевой водой, потому что запах даже с одной капелькой был очень такой резкий. Поэтому я немного развела, чтобы запах был действительно приятный и не такой резкий. Как до того, как мы его развели. И все. Храним это все в холодильнике, наш отвар. Можно разлить по удобным вам бутылочкам. И перед использованием достаем с холодильника, хотя бы на минут 5 раньше, чтобы наша настойка была обычной комнатной температуры и не холодная. Итак, что же нам понадобится, чтобы закапать кролику нос? Для начала это обычная питьевая вода, чтобы перед началом процедуры просто промыть кролику носик. Далее уже наш сам отвар, наши капельки, салфеточки, ватный диск и либо же шприц, естественно, без иглы, либо же пипетка. Но шприцом удобнее, мне кажется, потому что пипетка там, она очень крупная, такая массивная, а шприцом будет гораздо удобнее, потому что он удобный, миниатюрный, и им намного комфортнее будет закапывать кролику нос. Итак, сейчас я вам покажу, как правильно промывать кролику нос. Для начала мы берем наш бутылочек с обычной водичкой, просто чтобы промыть кролику нос для начала, а после будем уже капать нашими каплями. Я набрала водичку в шприц. Если есть воздух, нужно его выпустить. Все, теперь берем самое главное, чтобы кролику было комфортно. Вы берете, поднимаете голову, я ложу бусинки еще, салфеточку, чтобы если вдруг что, не испачкалось. Бусин! Салфеточку кладем, поднимаем кролику голову, видим ноздрю и аккуратненько промываем нос, то есть не давим сильно на шприц, просто скиганца, чтобы водичка просто попала кролику в нос. Если кролик будет чихать, это нормально. Главное, чтобы водичка попала в нос и промыла носик. У меня вода, она не из крана, обычная, которую мы пьем. Все, вытираем носик. И теперь, когда мы промыли обычной водой, можно промывать уже нашими каплями. Просто воду оставшуюся обратно выливаем в нашу бутылочку и в этот же шприц набираем уже наши капельки. Опять же, убираем лишний воздух. Как видите, бусинка у меня не вырывается, потому что я не заливаю сильно нос водой. Нужно это делать аккуратно и не спеша. Также, если вы видите, если у кролика есть тут какие-то небольшие, как сопельки, можно взять ватный диск тоже с обычной водой и протереть. Но мне этого делать не нужно. Так же, как и с водой, просто закапываем нос. Так же аккуратненько по капелькам. Все. Две капельки будет достаточно. Обычно нужно промывать 2-3 раза в день, но так как у меня не получается делать это очень часто, я промываю 2 раза в день, утром и вечером. Все. Как видите, бусинка даже не чихала, не вырывалась. Спокойненько мы закапали носик и все. Можно сейчас еще ватным диском с обычной водой протереть носик. И все. На этом наша простура закончена. Как видите, всем удобно. Никто никуда не вырывается, никто никуда не бежит. На шприц сильно не давите. Просто легонечко, капельками все это делаете. Носик протираем ватным диском с обычной водой. И все. Наша простура на этом закончена. Такие манипуляции нужно делать 3 раза в день, как я говорила. Сначала промываем обычной водой, после уже каплями. Ну что ж, ребят, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно было действительно полезным. И я вам рассказала, как я справилась, справляюсь с этой проблемой. Потому что бусинки действительно сейчас, на данный момент, есть насморок. И эти капли нам хорошо помогают. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, подписываться на мой второй канал. Но мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok